Здравствуйте, уважаемые слушатели! Я врач-ординатор-диетолог, меня зовут Наталья Валерьевна. Сегодня я хочу представить свой доклад на тему нутритивной поддержки бариатрического пациента до и после операции. В настоящее время продолжает расти количество бариатрических операций во всем мире. По данным Международной Федерации ФИСИО, в 2018 году в 50 странах мира было выполнено около 400 тысяч бариатрических операций. В настоящее время после операции стоит проблема дефицита питательных микроэлементов. Это связано прежде всего с предоперационным дефицитом, уменьшением потребления пищи, нарушением всасывания питательных веществ, а также недостаточным количеством добавок. Целью моего доклада является обобщение данных по пред- и постоперационному ведению пациентов в контексте профилактики развития дефицитных состояний и возможных осложнений, связанных с питанием. С момента принятия решения о проведении операции, всем пациентам рекомендуется снижение массы тела. Предоперационное снижение массы тела может положительно влиять на уменьшение анестезиологических рисков, так как ожирение с вероятностью 30% увеличивает риск неудачной интубации и вследствие этого нарушения дыхания во время операции. Также снижение массы тела перед операцией может способствовать уменьшению количества висцерального жира, это тот жир, который находится между внутренними органами, что способствует улучшению показателей жирового и углеводного обменов. Также уменьшению размера печени, что сокращает время операции, снижает риск развития кровотечений и других осложнений во время операции. Также снижение массы тела может способствовать уменьшению содержания глюкозы в крови и уменьшению послеоперационных осложнений. Коррекция пищевых привычек еще до операции помогает облегчать соблюдение рекомендаций по питанию в послеоперационном периоде. Максимальная продолжительность диеты перед операцией составляет в среднем 3 месяца. Диетические рекомендации каждому пациенту назначаются индивидуально, в зависимости от тяжести состояния и степени ожирения. Диетолог при первой встрече с пациентом осуществляет разработку индивидуальных рекомендаций, устанавливает сроки и целевые показания для снижения массы тела. В среднем рекомендуется перед операцией снижение массы тела на 5-10% за 3 месяца. В качестве предоперационной диеты используют несколько вариантов. Это могут быть низкая или очень низкокалорийные диеты, также средиземноморская или ДАШ-диета, которая применяется для лечения сердечно-судистых заболеваний, также высокобелковые диеты и так далее. В настоящее время хочу поговорить про несколько видов диет. Начнем с очень низкокалорийной кетогенной диеты. В чем заключается ее смысл? В том, что калорийность суточного рациона уменьшается до 800 ккал в сутки. При этом сокращается количество углеводов до 30-50 г и менее в сутки. Чтобы максимально сохранить мышечную массу, пациентам часто назначают дополнительные добавки с высоким содержанием белка. Продолжительность соблюдения данной диеты обычно составляет не более 12 недель и соблюдается строго под медицинским контролем. Кетогенная диета нуждается в добавлении питательных добавок в составе витаминно-минеральных комплексов. Преимущественными данной диеты являются подавление аппетита, снижение массы тела, а также улучшение показателей сахара, крови и гликированного гемоглобина. Следующий вид предоперационной диеты это низкокалорийная высокобелковая диета. В различных исследованиях указывается об эффективности данного вида диеты на протяжении двух недель до операции. Среди преимуществ можно выделить сохранение мышечной массы наряду с снижением жировой массы, а также улучшение показателей липидного, то есть жирового обмена. Противопоказаниями данной диеты являются наличие заболеваний почек, в том числе почечная недостаточность. Общие рекомендации по питанию за три недели до операции состоят в следующем. Пациентам рекомендуется употребление не менее 60 граммов белка в день. Также рекомендуют начинать приемы пищи с употребления белка. Отделить прием пищи с приемом жидкости с интервалом не менее 30 минут. Употреблять пищу небольшими порциями. Изменить размер привычных вам тарелок с больших на посуду более меньшего размера. Также рекомендуют нарезать еду на маленькие кусочки. Есть медленно, тщательно пережевывать пищу. От 25 до 30 движений жевательных на каждый кусочек. Также рекомендуют не превышать количество приемов пищи выше трех в день. Ограничить количество перекусов. Не более двух небольших перекусов в день. Ограничить употребление жирной, острой пищи, крахмалистых продуктов, таких как картофель, рис, макароны или хлеб. Также ограничить употребление простых сахаров и молочных продуктов. На этапе подготовки к операции всем пациентам рекомендуют начать прием витаминно-минеральных комплексов. Также всем пациентам рекомендуется предоперационное голодание, которое заключается в следующем. Последний прием пищи рекомендуют делать за 6 часов до операции, либо увеличить этот интервал. Прозрачные жидкости, то есть воду и несладкие какие-то напитки, можно использовать за 2 часа до начала анестезии, но при отсутствии противопоказаний. Также хочу поговорить о том, что у людей с ожирением часто фиксируются различные дефициты микронутриентов до операции. Это связано с тем, что в рационе преобладает пища с высокой энергетической, но низкой питательной ценностью. Среди дефицитных состояний часто встречается белковая недостаточность, дефициты микроэлементов, в частности, железа, меди и цинка, а также витамины группы В и Д. В связи с этим всем пациентам на этапе подготовки к операции необходимо проводить скрининг дефицита микронутриентов с последующей их коррекцией. Послеоперационное введение и возможные осложнения после операции. Начинается послеоперационная диета с нескольких этапов. Этапы важны для того, чтобы восстановить нормальную работу желудочно-кишечного тракта. Ее смысл заключается в том, что постепенно происходит изменение текстуры пищи от чистых жидкостей в первые 48 часов, затем обогащенные жидкости, к ним относятся притейновые коктейли, протертые каши, овощные и мясные пюре. Далее с 14 дней до 6 недель пациентам рекомендуется употреблять мягкую пищу, это каша, пюре, творог, творожные сыры и другое. И через 6 недель постепенно в рацион вводится твердая пища, это преимущественно белковый, легкоусвояемый белок, это мясо, рыба на пару, могут быть какие-то котлеты. Также на пару приготовлены овощи. И здесь важно контролировать объем порции. Не более 150-200 мл объем одного приема пищи. Самым важным макронутриентом, на который следует обратить внимание в послеоперационном периоде, является белок. Так как недостаточность белка развивается вследствие обхода кишечника, уменьшения всасывающей поверхности кишечника и в среднем встречается с частотой от 3 до 20%. В связи с чем, обязательным компонентом послеоперационного питания является пища, богатая легкоусвояемым белком, для обеспечения суточной потребности не менее 60-80 г белка в сутки, а также использование протеиновых добавок, которые должны содержать не менее 15 г белка на одну порцию, а также содержать все незаменимые аминокислоты и особенно лейцина, так как лейцин способствует сохранению мышечной массы при большой потере веса. В долгосрочном периоде после операции тарелка бариатрического пациента по возможности должна содержать не менее 60 г белка в сутки, жиры около 30%, углеводы, преимущественно за счет сложных углеводов и овощей, и не менее 1,5 л жидкости в сутки. Также в послеоперационном периоде необходимо перейти к физической активности, умеренной интенсивности. К ней относится 150-минутная аэробная активность в неделю, то есть это около 30 минут 5 раз в неделю, и целевые значения это 300 минут в неделю. После периода восстановления можно включать дополнительные силовые тренировки, которые направлены на большие группы мышц, по крайней мере не менее 2 раз в неделю. Также можно выполнять интенсивные аэробные нагрузки продолжительностью не менее 10 минут. Это может быть быстрая ходьба, танцы или работа по дому. В послеоперационном периоде также встречаются дефициты витаминов и микроэлементов. Среди витаминов наиболее характерен дефицит витамина D, B1 и B12. Среди минералов это дефицит железа, дефицит кальция, вплоть до развития вторичного гиперпаратириоза, а также цинка, меди, магния и селена. Частой проблемой, возникающей в послеоперационном периоде, является недостаточная потеря веса, либо постепенный набор массы тела в течение последующих 10 лет. Частота встречаемости данного осложнения в среднем составляет от 20 до 30% случаев. Это связывает с несоблюдением частоты повторных визитов, режима питания и двигательной активности. В качестве профилактики восстановления веса рекомендуется регулярное наблюдение бариатрического диетолога, возможность с использованием цифровых средств коммуникации, а также мобильных приложений. Создание групп поддержки для пациентов, в том числе на онлайн-платформах. Лечение восстановления веса прежде всего зависит от процента восстановленной массы тела и заключается в усилении диетологических рекомендаций, увеличении физической активности, вплоть до повторных хирургических вмешательств. Также среди частых осложнений выделяют ранний и поздний демпинг-синдром, который встречается с частотой от 40 до 76%. Патогенез заключается в следующем, что из-за анатомических изменений в кишечнике происходит быстрая абсорбция глюкозы, увеличение постпрендиальной секреции ГПП-1, увеличение уровня секреции инсулина, снижение глюкозы через 1-3 часа после пищи с высоким содержанием углеводов. Диагностика основана на клинической картине, а также оценке дневника питания, клинических симптомов и исключении возможных побочных эффектов от лекарств или добавок. На данном слайде представлена обобщенная таблица с возможными послеоперационными осложнениями и методами их диетологической коррекции. В частности, как ранний, так и поздний демпинг-синдром можно корректировать с помощью уменьшения простых углеводов в рационе, добавления сложных углеводов и клетчатки, а также соблюдения интервалов пищи между приемом жидкости и едой 15-30%. Также часто среди послеоперационных осложнений встречаются диарея, метеоризм, запоры, дисфагия, то есть нарушение глотания пищи, рвота, пищевая непереносимость и обезвоживание. Еще одним осложнением, которое часто беспокоит наших пациентов после бариатрических операций является выпадение волос. Оно встречается в среднем через 3-6 месяцев после операции и связано с недостаточным потреблением белка и препаратов железа. Обычно выпадение волос уменьшается самостоятельно через 6 месяцев после операции, но здесь важно отметить, что важно контролировать количество белка и прием витаминно-минеральных комплексов, в частности дополнительного количества железа нашими пациентами. Всего этого можно избежать при соблюдении основных правил по изменению образа жизни после операции, в основе которых лежат соблюдение приема поливитаминных добавок, соблюдение режима питания и двигательной активности. В заключении можно сделать выводы о том, что тщательная длительная подготовка, скрининг дефицитных состояний до и после операции, а также регулярные наблюдения в послеоперационном периоде с особым вниманием к изменению питания, физической активности, поведения и в целом образа жизни играют важную роль в успехе проведенного оперативного вмешательства и улучшения качества жизни. Спасибо за внимание.